здравствуйте это канал максимазы и сегодня по многочисленным просьбам мы начинаем проходить игру neighbors вам хэлл будиком из back или когда соседа буди возвращается короче это первая модификация насколько я знаю социал меди-лайф продакшен вышла на 6 лет назад 2013 году и собственно говоря здесь в этой модификации попытались немного сделать игру похоже на консольную версию так сказать на объединяет некоторые вещи из второй части когда соседа и из даже из приставочной версии во первых что мы тут видим вот такой вот меню она немножко напоминает консольную здесь настройках можно поставить обратно друг другую музыку оригинальную но мы новую поставим короче говоря вот я первый раз эту модификацию увидел от одного какого-то там пацана да и влог по моему называется он он все три сезона там прошел детский голос ну пофигу принципе второй раз увидел у на канале shred game channel он снимал тоже прохождение 2015 году но про и проходил он пять месяцев эту игру капец как как можно тянуть а но в принципе он с прохождениями так любит тянуть этот shred game channel ну вы видели на картинках я показывал начал проходить вторую часть ли шестнадцатом году вот у него классные монтаж все такое серьезно иногда бывает лишний монтаж но все же и спустя целых три года выходит только вторая серия и после этого больше не было серии вообще на самом деле вот честно скажу может быть меня сейчас многие возненавидят и понаставить дизлайков во всяком случае так он абсолютно считает но про этого шреда я могу сказать что он вот серьезно люди и пытаются поторопить его напомнить сказать ему когда будет прохожить продолжение не надо же так тянуть с играми причем не только же когда стоит соседа ну и со всякими там sonic например у которого до сих пор не прошел пять лет назад начал и до сих пор не тут мы серия и отвечает людям на эти вопросы очень грубо она меня вообще собак всех вешал и пытался подгадить меня еще вот гад а серьезно вот извините за вот оскорбление такое так сказать но блин мне кажется он заслуживает такого если хотите ставьте дизлайки и если не согласны если согласны ставьте лайки все такое ладно давайте забудем этого умника и перейдем к игре во первых здесь у нас также три сезона из первой части но все же они изменены продолжение следует здесь как видите четыре уровня так сказать но если мы на будем на них нажимать выделение пропадает нажимаем два раза мы попадаем на тот уровень который убирает который вот здесь нам пока то есть эти уровни недоступны получается как говорил этот самый шред он говорил что на данный момент в игре присутствует только первая часть но скоро времени разработчики обещают вывозить первый сезон второй части и прошло целых пять лет с того момента как он это сказал и нет social media life production даже недоработки не исправили в этой модификации ну ладно модификация хорошие но недоработки свои есть ладно хватит болтать погнали первые шаги негодяяя так устаем рустам вели улайф передаю привет тебе если ты смотришь это видео короче первые шаги негодяя приветствую вас в кадр соседа будет возвращается в этой пилотной серии вас ведут суть игры не расскажут о всей существенности вашего соседа мистера ротвеллера в этой серии вы научитесь вы играете за ротвеллер и мы научитесь управлять игровому управлению советуем пройти эту тренировку прежде чем переходить съемку читайте совет от режиссера джои руху экрана он вам все расскажет разжует получается ладно погнали иконка прикольная да вот эта вот музыка не очень качественно на самом деле ну так себе сойдет не буду все это читать если хотите сами посчитайте здесь это единственный уровень где мы за соседа играем нажимая правую кнопку мыши мы бегаем здесь есть можно посмотреть на фотки а чем я не стрит рейсер а ведь правда даже газы распускаешь это у нас что умирай вот задохнись закрытыми глазами ты ходишь а это у нас что только посмотрите как этот носатый глазастик распетушился да ты это у нас жирный жирный как пояс пассажирный как шред говорил прикольная фраза хоть в чем-то шред хорош так когда беспомощно сидеть угрожает можно просто захлопнуть дверь или вы иры вырубить звук в телефоне если в телефоне угрожают действительно газета сетские вести сентябрь 1989 рождественское представление провалился экстрический забор мистер твиллер поразил общество фигасе обалдеть можно играть соседа ваще классно бухло самое лучшее что в этом от и человечества действительно действительно многие так считают что у нас тут соседские вести сентябрь 1989 человек кусает собаку мистера твиллер утверждает что это перешло все границы это верно это верно так чудесно посмотрю что у нас здесь можно постепаться на слоном он же ничего мне не сделает ну один слон то сделал много моментов моей жизни связано с этим ружьем и телят подстреливал и лосей кого там еще волчат у тебя да еще много кого и трофеи офигенный за это получил дальше круче мы уже немного продвинулись если вы свободно управляете нашим вредителем будем играть за главного героя будет какие предметы есть в игре где их найти как подстроить пакость кстати наш кроссов чега ха ха нифига себе ротвейлер по-прежнему здесь давайте строим этой гниде первую пакость видите как он без огонь это очень хорошо и так вперед чтобы никак не случилось будет нельзя попасть остальные две пилотные серии не изменились совершенно да он говорит полео все время сначала разработчики социуме дела и продать своего тут намутили немного да вот курсор как из второй части но правда не анимирован так же есть иконка соседа как второй части но к сожалению не анимировал так давайте разрисуем почему бы и нет прикольная рожица так вторая комната с разбавшиваем шарики он тут красный и много сосед на так все он идет сюда так что он был и но вообще красный да немного изменено вот это все сошел милая продакшн конечно постарались но все же тут есть недоработка это будет кстати из консольной версии не вот на самом деле серьезно шарет вот этот делает реально хорошее видео с очень крутым монтажом вот тут поспорить нельзя но такое отношение к людям это непростительно серьезно надеюсь вы поставите лайк на этой серии либо ничего потому что оцениваю видео дизлайка вы соглашаетесь с ним может можете я конечно и можете конечно поставить дизлайк за то что я оскорбил публичное так сказать его но блин я все-таки считаю что он такого это того стоит ладно поехали чтобы заставить будет ходить на цепочках щелкните правой кнопкой мыши под конец обучения режиссер джо познакомить вас с тем что встретиться в следующих сериях как раз ими мимо животных где прятаться вы узнаете ответы на другие вопросы теперь вы знаете практически все что конкретно надо для соседа что достает впрочем при необходимости можно заглянуть и в руководство теория великая штука да 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 но не мне потому что я уже давно в это играю не нужно мне никакое обучение джо кстати как из второй части вот здесь и 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 Некоторые вам и не пригодятся. О как! О как! О как! То есть, еще надо думать. Как мы скоро увидим, наш сосед еще тот типок. Редко застанешь его в мир на сидячем кресле. Может, он просто затаился и рассматривает свою возлюбленную Ольгу? Якобы возлюбленную, наверное. У Ди, это все не по душе. Придется защитить скромность женщин. Придется проучить Ротфильдера. Погнали! Да, как вы видите, очень неплохое дополнение. Видно улицу. Как в консольной версии. Да, вот я немного жалею, что Шреда так оскорбил. У него реально классные видосы. И пусть даже то, что они выходят редко. Это ерунда. Но, блин, так относиться к людям нельзя же. Ну, высокомерный он еще немного, конечно. Да не немного, а сильно. Автечка закрыта. Ключик находится под ковриком. Вот еще одно изменение на уровне. Так. В этом шкафу можно вполне спрятаться. Но сосед сюда, в этой серии, не спускается. Так. На этом уровне есть собака, но собаке на... В этой серии собаке на нас совершенно пофигу. С чего бы нам начать? С перделки или с чего-то другого? Давайте начнем с бинокля. Да. Из консольной версии картинка там. Суперская картинка. На, давайте засунем яйцо в микроволновку. Можно, в принципе, эту колбасу положить в миску. И она исчезнет отсюда. Но-ка это нам ничего не даст. Твою ж, блин. Клей забыл. Собака представляет и надо. Собака. Клей, наверное, здесь надо было взять. Блин, вот держатель бумаги нам вряд ли понадобится. Давайте посмотрим. Нет? А как так-то? А где клей тогда взять? Я что-то проглядел. А, тьфу ты, я же забыл обтечку открыть. Вот она в чем дело-то. Блин. Тупанул я что-то вот серьезное. Вот варежка из консольной версии. В консольной версии она, кстати, являлась частью геймплея. А здесь она ни на что не влияет. Так, положим колбаску. Это нам ничего, в принципе, не даст. Ну, в принципе. Давай, давай, уходи, сосед. Серьезно. Обзор на как-то соседа хардкор. Обзор на как-то соседа 2. Он реально очень классно сделал. Вот просто смотреть одно удовольствие на обзор у него. Как сделано с крутым монтажом и все такое. Видео реально классное. Но относиться к людям же нельзя так. И да, ладно, надо есть мы можем. Но неужели просто нельзя сказать, оставьте нас в покое. Не надо же собак нас вешать. Обосрал кто-то микроволоку. Так. Перделку сюда. Руки сюда. Умелые. Кошмар какой. Кошмар какой. Шерет при этом еще и не винить себя никогда ни в чем. Ну, по-моему, у него было. По-моему, у него было видео, где он говорил, извините меня, это все такое. Или нет. По-моему, было. Но все же... В своем отношении к людям он ни в чем себе не винил. Может быть... Тянуть время с роликом, это он так... Ну, в общем, ладно, неважно. А то еще страйки кидать на меня будет. Если увидит. Так. Во-первых, можно взять на втором этаже на кухне. Еще одну упаковку пива. Так. А я тут взял что-то? Да, взял. А то сейчас бы пропустил бы и ушел бы без ничего. Здесь есть мыло, но его взять нельзя. Можно взять слабительное и подсыпать его вот сюда в пиво. А можно просто пиво вот это вот сюда использовать. Об этом догадаться не так уж и просто. И просто подменить тупок. И просто вместо этой упаковки поставить вот это. Довольно интересная вещь. Ах, да, бумагу надо же применить. Отлично, отлично, отлично. Так, пока он там за пивом ходит, телик ему закручиваем. Это нужно для стопроцентного прохождения уровня. Так, дальше мы... Сейчас он уйдет, мы пойдем на кухню. А еще, кстати, одна новость интересная. Сейчас идет разработка игры Neighbors Back From Hell. Это ремастер игры, как достать соседа, который выйдет как минимум на Nintendo Switch. Но надеюсь, что он выйдет и на другие консоли тоже. Ну а сейчас в туалет пойдет. Восьмого октября он уже должен выйти. Надеюсь, он выйдет и стоит будет около 1000 рублей. Какие звуки. И, в общем... Надеюсь, ремастер будет крутой. Не знаю, выйдет ли он на ПК, про это вообще ничего не скажу. Возможно, он выйдет и на других консолях, но, в принципе, я думаю, должны сделать и на других консолях, потому что... И вот я не знаю, сколько людей играет на Nintendo. Nintendo очень что-то отстает от оппонентов, от своих. И если она выйдет только на Nintendo Switch, она, я думаю, популярности не наберет. Из-за... Из-за не очень высокой популярности Nintendo. А вот особенно... Особенно если учитывать, что... Главное лицо Nintendo Mario. Его продажи Mario уступают по всем фронтам и так далее. Вот одна из недоработок. Видите? На заднем плане есть еще одно кресло. То есть, есть спрайтовое кресло, которое помещается на уровень. А есть кресло нарисованное вот здесь. И это нарисованное кресло появляется вот за этим креслом. Так, короче. Сюрприз ко дню рождения. Соседний вид Вуди, когда сужина роется в почте. Вам, возможно, придется проскальзывать у него за спиной. Да, в оригинале так нельзя было делать. Обычно он... Ротвейлер справляет день рождения. Обычно он празднует его только в узкому кругу. Но на этот раз он заманил Ольгу шоколадным тортом. И вот он задувает свечку и желает себе лучшего, дорогушечки. Птенчику всего самого лучшего. Системенько сосед спускается вниз, чтобы заглянуть в почтовый ящик. Вдруг... Кто-то меня полюбит и прислал открытку. Стоило пригласить и добродушного соседа в Удень. Так ли? Погнали, короче. Потом освечу. Так, у него Ольга здесь в гостях из второй части. Только... Э, а почему нельзя было в праздничный костюм найти нормальной одежды? Так, вот один из предметов, который нам вряд ли пригодится. Рожок из-под чего-то. Из второй части предметы здесь имеются. Здесь пусто. Так, и мыло сюда тоже кладем. Ну и мышь и ловку сюда тоже. Блин, закрыто здесь. В оригинале не было здесь ничего, закрыто. Здесь есть еда с праздничного стола, можно взять. О, пиво даже здесь есть. С предыдущего уровня. И футболка протеявилась сразу. Майк, точнее. Ай, блин! Я забыл стену разукрасить. Ну ничего, сейчас мы измажем. Новое новое введение в игре, это круто. Ничего, у нас полно времени на то, чтобы сделать какую-либо гадость еще. Так, кладем яйцо в микроволновку. Засоренный унитаз он там увидел. Шутиху ставим вот сюда. Коробка выглядит по-другому. Так, здесь можно взять еду. Можно взять еще раз еду. И можно взять еще раз еду. Немного странная вот эта косточка на самом-то деле. Потому что здесь какой-то розовый цвет, как будто сладкое какое-то, что-то на нем было. Непонятно. На курицу не похоже. Или, может, это красная. Но на красную не похоже, больше на розовую похоже. Она что, сразу поняла, что это бомба, что ли, или что? Так, 94% ну и хрен с ним. Так, какая сволочь схорчила пирог. Чудо-пирог. Иногда подыскивайте новую куриги. Кроттвеллер приезжает. Ё, мама с своей гадящей шавкой фи. Приезжает не просто так, а с своим фирменным яблочным пирогом. Мать решила прикорнуть. Уже второй сезон, кстати, открылся. Немного чего. Немного прикорнуть гостиной. И благодарный сын тут же решает хомячить весь пирог в одиночку. И прихорошиться к моменту просыпания мамы. Науди научит ценить соседа, когда... Что делать для него мама? Этот уровень отличается от... Оригинала тем, что... Здесь Вуди у нас... В прикиде из второй части. Анимация через двери выглядит... Не очень. По сравнению с предыдущим нарядом. Но как разработчики смогли сделать, так и сделать. И из-за вот этой одежды нельзя спрятаться в шкаф. Потому что разработчики не смогли анимацию сделать. Может спрятаться, зато в этой корзине. Да, собачка звуки издаёт. Да. Вхождения на цыпочках у меня, как говоря, никакое. Потому что он ходит... Это просто медленная походка. Так, давайте сумочку осмотрим. Хотя в ней ничего полезного нет. Здесь мамаша спит. Ну, правда, качество спрайта мамаши оставляет желать лучшего вообще. Ну, у нас ещё есть время, чтобы пену для бритья подсунуть. И яйцо в микроволновку. Яйцо, кстати, из второй части. Все те же самые пакости, что в оригинале. Рисуем портрет. Надеюсь, он будет красивый. Да, ротвейлер упырь. А чем не упырь? А, нельзя же спрятаться здесь. Ха-ха, хоть бы читал, что написано на ватуке. Да и она же чёрного цвета, а не белого. Ха-ха-ха, да. В отличие от оригинала, когда наводишь камеру, ой, курсор вот сюда, не выделяется никаким контуром сосед наш. И вот здесь, кстати, немножко не дорисован. И здесь тоже. И здесь точки какие-то торчат. В принципе, я, кстати, только сейчас это заметил. Что там не дорисовано немного. В принципе, это ладно, ничего страшного. Никто, в принципе, не жалуется на это. Ха-ха-ха, обалдеть. Ха-ха-ха, обалдеть. Ха-ха-ха, обалдеть. Ха-ха-ха, обалдеть. Ха-ха-ха, обалдеть. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Всё? Отлично. Так, перехол. У нас осталось ещё 2 уровня. И мы закончим на этом серию. Футбольные побоище. С помощью пакости можно вынудить следом мчаться туда, куда оно надо. Наш сосед ярый футбольный болельщик, за исключением этих случаев, когда мяч попадает в его окно. А ведь ему всего лишь хотелось немного расслабиться, поднимать на пианино, после этих мерзких детишек, которые не хотят учиться пьянствовать. Ха-ха-ха. Зачем учиться пьянцам? Здесь любимая фиалка. И Сьюзи может успокоить его нервы своим ароматом. Но вот Вуди любит детей и вновь выходит на тропу Вайн. Так, ну конечно нет. Нет. Футбольное побоище. Логотип довольно прикольно, кстати, сделан. Отмычка есть. Но это не отмычка, скорее это заколка. Нет, не заколка даже. Просто какая-то проволока непонятная. Скрепка. Не, не скрепка, просто проволока какая-то изогнутая. Мы с помощью нее замок во второй части открывали. Вот вопрос у меня такой вот. Когда выйдет ремастер от Social Media Life Production? Неизвестно, когда он выйдет. Разработчики, я не знаю там. Там написано, пожертвуйте. Тут надо 9000 набрать. 9000 они еще по-прежнему не набрали. Не знаю, они хотя бы сами зарабатывают себе на жизнь. Прибавляют к этой сумме или нет? Или все только им жертвовать должны? Непонятно совершенно. Но я сомневаюсь, что ремастер в этом году выйдет. Зная разработчиков. Все-таки у них случаи похожие бывали. Я уже про один из них сегодня вам рассказал. Что они обещали, ну по крайней мере по словам Шреда. Выпустить первый, сделать первый сезон второй части. В Вуди возвращается. Но этого они и не сделали до сих пор. Или они демку выпустили по хардкору. Где было всего 3 уровня. Полная версия вышла только спустя целый год. Оо, как больно. Ооо, кашу, мавка какую-то. С немецкого роддвиллер свинья. С это конечно же не поспорит. Хе-хе. Пола убил детей. Можно набрать в принципе прямо из шкафа. и не бежит с боли в ногах он сказал три раза одно слово и понятно на каком языке потвеллер в я в немецком мешаю вообще лучше по-английски написал твеллер мадапака написал бы лучше вот это было бы класснее намного было написано в гостине ротвеллер мадапака оппой INDREAL ротвеллер азол азол пау 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 сколько я английских оскорблений хе 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 Ну и остался у нас последний уровень первого сезона «С легким паром» называется. Всю серию не давайте соседу отстывать от пакостей, чтобы получить больше очков. Да здравствует мыло душистая старая, пердун провокатор собирается помыться. Это благодаря внеочередному приезду мамочки, перед которым сосед всегда боится показаться грязным. Пока набирается вон, от лозачок заглядывает в фотоальбом с ее одной и той же фотографией, кое-как моет гору посуды. А Вуди невзирая, на позднее время суток уже спешит на помощь. Ну что ж, погнали. И вот есть еще один недостаток этой игры. Это то, что вот вроде бы позднее время суток, а за окном вроде бы светло. Только на втором уровне уголового экрана там темно. Во всех остальных ночных уровнях там светло. Недоработка. Хотя в хардкоре такого по-моему не было. Мамамаша с некачественным спрайтом снова здесь. Сосед офигенный. Будем готовить на своей фигне. Интересно, а где тарелочка вот эта стоит? Где книга лежит? Книга в воздухе висит. Тарелка, наверное, тоже в воздухе висит. Потому что она лежит. Вот тут ножка торчит, устала. Вот тут как-то вот странно вообще реально. Я только сейчас, кстати, тоже это заметил. Я знаю, как туры на сто процентов, кстати, пройти. Мы сейчас так и сделаем. Во-первых, набираем бутылочку. Он ванну набирает, да? Принимает ванну, да? Я тоже так люблю делать. Интересно, а он влезает в ванну вообще? С кузом, с таким. Ну, видимо, он влезает. Но объем ванны-то у нас не показан, конечно. Так, ждем. Ждем пока. Так быстро искупался уже, да? Отлично, отлично. Ай, господи. Так, теперь идем следом за соседом. Начинаем пакостить с кухни. Вот почему мать-то крепко спит. А, так вот он в чем дело. Давай сосед уже уходи быстрее. Так, яйцо. Утки кладем туда. Так. Бутылочка. С мыльной водой. В молочко. Вкусное молочко. Но не для меня, конечно. Так, стоп. Рисуем портрет. Красивую рожу сделаем. Дартовый. Какого-то. Цилиндровый шлеп. Так. Бумагу не ставим пока. Так, опять в тебя. Накомогка в газу. Волосиная ванна напомнила. Пенку. И ваксу в полотенце. Ахахаха. Кошмар какой. Что у него там получилось? Так. Нет, клей нам нужен. Такой вот клей. Так же его мыльные шарики для ванны. Шарики для ванны, да? Зачем шарики для ванны? Вот я раньше не задавался вопросом. Давай, иди. Сосед уже быстрее. Мыльные конфетки, да? Нет, обязательно кто-то знает, зачем нужны такие шарики для ванны. Пишите в комментариях. Обязательно. Лайк не бежит. Ой, кошмар. Так, теперь ждем, когда он уходит на второй этаж и кладем бумагу. Засовываем бумагу в униказ. Зачем тянуть-то? Вот так. Блин, а вот тут след какой-то. Он что, ногами пинался? Под злостью, что ли? Сси. Хм? Ну и на этом все. Мы прошли на 100% бактуры. И на этом мы заканчиваем первую серию. Так. Гениально. Бешеный успех не покидал вас весь сезон. Мы стали суперзвездой год и получили 100% золотого соседа. Офигенно. Офигенно. Просто гордиться можно. Короче. На этом все. С вас лайкос, подписываться. А с меня эпичные видосы. Шред, если ты смотришь это видео, подумай над тем, как ты относишься к людям. И не делай так. А то подписчиков своих потеряешь. Также подписывайтесь на мой второй канал. И на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok